Биткоин, Этер и XR Они бессмысленны Это изначально исходило От самого иска То есть, когда ты читаешь На что основывается суд Алло, это цирк? Мое мнение касательно судебного процесса Не изменилось Но поскольку уже Долгое время Этот абсурд продолжается Я сначала думал, что Наверное, это поможет Спокойно в течение работать Рыплу Но с годами, которые Идут Я понимаю, что Здесь возможно И очень возможно Другой вариант Из-за чего этот процесс Длится так долго Смотрите, очень интересный Момент В моей жизни было Почти Три года Когда одна большая компания Имела проблем В Армении Я наблюдал за этим Потому что Люди, которые были В этой компании Они мне были очень близки И вот этот Долгий судебный процесс Я за этим Не хотя Как это будет правильно Я был в курсе всего Этого судебного процесса И видел И видел Как Сторона Эта компания Последний год Она делала все Чтобы продлить Этот судебный процесс Как можно еще дольше Потому что Уже стало ясно Что та Власть Которая была В Армении Они не будут Соглашаться Соглашаться На Какие-то Меры Которые бы Устроили обе стороны И вот Единственное решение Было Продлить Судебный процесс Пока не изменится Власть в Армении И в конце Что было сюрпризом Для меня Я видел Как Адвокат Главный адвокат Без которого Судебные заседания Не могли бы Произойти Вот В конце Он просто заболел Справка была Ее помощники Принесли Справку Этот человек Заболел И долгое время Пока власть Не изменилось Он не Не Величился Что я хочу сказать Что Я видел Как судебные процессы Даже на уровне Того Что Случайно Может адвокат Заболеть Так Продлегаются По мере Возможностей Потому что Есть сторона Которому Выгодно Чтобы этот процесс Был долгим Максимально долгим И в любом Любыми способами Не только Законные Но и Человек Повезло Заболел И как только Власть изменилась Еще повезло Бог дал Он Величился Да И Судебный процесс Закрылся Так вот Важно то Что есть Сторона Которому Это Было Выгодно А Какая сторона Может быть Тут Которому Выгодно Чтобы Судебный процесс Длился Так долго Ведь Любой Понимает Что Этот судебный процесс Из себя Ничего Не Представляет И Это я хочу Подкрепить Вот это выражение Что этот судебный процесс Из себя Ничего Не Представляет Самым Простым И Очень Сильным Фактом Смотрите В компании Рипл Уже Несколько Лет Как работают Люди Чьи Репутация Выше Чем Их Имя И фамилия Первый Работал В Морган Стэнли В разделе Долгосрочных Кредитований Директор Сейчас В Рипл Уже Несколько Лет Второй Не второй А несколько Работали И в Рипле И В администрации Трампа И некоторые Сейчас Из них В администрации Байдена Продолжая Работать В компании Рипла Рипл Смотрите Если есть Риск Получить Негативную Репутацию А что Это может быть Это компания Которая Как только Открылась Они Махинаторы Они Мошенники Основатели Мошенники И компания Мошенники Так вот Как вы думаете В своем Резюме Который Работал В Морган Стэнли В СМА В правительстве Они Они хотят В своем Резюме Иметь Годы Работы В компании Которая Изначально Была Махинатору Мошенникам Им Выгодно Это Репутационный Негативный Риск Самая Важная Вещь Когда Ты Строишь Карьеру Особенно В финансах И Особенно Политическую Карьеру Если Эти люди Не выходят Это Уже Говорит О том Что Этот Судебный Процесс Из себя Ничего Не представляет Мы С вами Узнаем Что Произошло В судебном Процессе После того Как это Произошло А когда Ты В судебном Процессе И Твой Адвокат И эта Группа Они Заранее Тебе Говорят Что Возможная Шанс И Вот Это На 90% 10% Это Так Вот Они Заранее Знают Что Будет Происходить Если Кто-то Был В судебном Процессе Он Тоже Понимает О чем Я Говорю Потому Что Его Адвокаты Или Группа Адвокатов Которые Работали Они Его Предупреждают Об этом Никто Не Выходит Из Рыпла Не Только Но Еще Добавляются Туда Добавляются Люди С В Мошенническую Компанию Другой Фактор Который Очень Важен И Тоже Становится Фундаментом На Сторону Рыпла И И И И Это То Что Во всем Миле Плевать На Этот Судебный Иск Объясню Так Географически Открой Карту Начни С самого Конца Азии По Странам Давайте По Крупным Япония 64 Банка Работают С Рыплом Экшенджи Которые Открываются Лицензии Получают И Гарантии Работы И Много Партнерства Получают От Главных Банков Те Банки Которые Работают С Рыплом Вот Эти Экшенджи Нет Проблем Они Будут Добавлять XRP Или Добавляют Уже Банки Тестируют XRP В Двух Случаях Это Inner Банк Транзакций К примеру Митюбиши Банк Из Японии Филиал Америки Доллар Юань Йен Извините Получается Что Тестируют Добавляют В Экшенджи Тестируют Один К примеру Митюбиши Банк Другой Карори Банк Ребес Делают Тестинг Все Окей Все Нормально То есть И в плане Тестирования Это Была Япония Выше Там Уже Я много Раз говорил Не буду Повторяться Про Сайм Коммершал Банки Джунгли Азиатский Хаб Второй Хаб Ниже Продолжаем Индия Три самых Больших Банка Индии Которые Суммаром Составляют Большинство 70-80% Всего Финансового Банковской Системы Индии Они Трое Нет проблем С И в Юис Дикции Нет проблем С И Продолжаем Немного Сюда Турецкий Агбанк Нет проблем С С Выше Французский Банк Нет проблем Банк Оф Ингланд Нет проблем Скотланд Банк Нет проблем Банк Канады Нет проблем Некоторые Американские Банки В том числе Банков Америка Нет проблем Ниже Южноамериканский Хаб В Бразилии Тут тоже Вообще Нету Со всеми Странами Нету проблем То есть Получается Что во всем мире Тестируют Добавляют В приложения В эксченджи Это говорит о том Что им плевать На этот судебный процесс Понимаете Со стороны Репутационного риска Плюс То что хорошо Это не только Со стороны Репутационного риска Но и вообще Риска Использования Риска Закрытия Этого программного Обеспечения Не позволение Использовать В дальнейшем Его Вот Этот риск Для них Не существует Поэтому И Огромный банк Аксайм Коммершал банк Или же Ди Би Эс В Зингапуре В чьи 30% Принадлежит Правительству Я не говорю Про ЦБ Я не говорю Про разные ЦБ Которые По документам Отлично Результаты Тестирования И в будущем Использования Сети Рипл И Ксарпел И монету И Ничего Кроме Ликвидности Они замечают Дословно Повторюсь Кроме Ничего Кроме Ликвидности Нас Не останавливает Для использования Этой монеты И этой технологии Ни со стороны Репутационного Риска Ни со стороны Запрещения Или то Что вдруг Эта технология Просто запретят И не будет Им плевать На такие Возможные Решения Потому что Они Смотрите У них есть Большие Адвокатские Конторы У них есть Большие Аналитиковые Группы Финансовые Это не то Что Мне нравится XRP Я купил Буду вставлять Своё приложение Для его использования Нет Мы поговорим Про огромные банки Более пяти тысяч Разных Сайз Финансовых Услуг И приложений Так вот Если у тебя Есть Два Такие Фундамента Первое Внутри Репла Ничего Странного Не происходит Ничего Что Дало бы Задуматься А почему Эти люди Вдруг Стали Выходить Почему Политики Это самые Вообще Осторожные Почему Они Не Останавливают Хотя бы На паузу Ставят Сотрудничество С Репл Допустим Другая Компания Будет Вместо Них Так вот Почему Эти люди Не Ищут Другого Кроме Реплу Давайте Удалим Этих Людей Которые Работают В Репл Они Мошенники Мошенническая Компания Цесс Это государственный Орган Те Группы Которые Есть В администрации Они Работают Как Государственные Органы Они В полном Ответственности За Людей С которыми Решают Какая Технологическая Инновация Нужно Рассматривать И Исходя из этого Мы полностью Понимаем Что Репутационный Риск Нету То Что От Рыб Отказываются Или Боятся Не Использовать Давайте Подождем Вдруг Этого Тоже Нету Во Всем мире Так И США Значит Та Часть Что Мы Думаем Что Этот Судебный Процесс Абсурд Оно Имеет Почву Так Думать Ладно Если Этот Судебный Процесс Абсурд То Когда Этот Абсурд Закончится Кто Стоит За Этим Абсурдом Ведь Как Я Уже Сказал Должна Быть Сторона Которому Будет Выгодно Продлить Максимально Долго До Того Как Даже Если Все Инструменты Закончатся Легально Еще Продлить Судебный Процесс Мы Не Должны Удивиться Если Судья Заболеет Вот Кому Нужна Кому Нужна Вот Пауза Давайте Посмотрим Артикорда Нет Не Дотягивают До этого Уровня Другие Альтернативные Решения Нет Масштаб Не Дотягивают Я думаю Дотягивает Только Один Игрок И Это Эфириум И Его 300 Плюс Эфириум Алис Список Корпораций Который Стоит За Эфириумом В том числе Входит И Джипи Морган Который Периодически Старается На эфириуме Разные Проекты Основать Первое Второе Не получилось Потом Они На Корум Корум Решили Сделать Это тоже У них Не получается Или вообще Не получилось Вот это Не помню уже После чего Стало Уже Всем Видно Что Джипи Морган Имеют Сильную Долю В корневой Инфраструктуре Эфириума Из-за чего эфириум Становится Сильно Централизованно Его Децентрализованность Да я Эти слова Не просто так говорю Когда В метамаск Который Напрямую Один из Больших Частей Децентрализованного Эфириума Инфраструктуре И вот Когда В метамаск Можно блокировать Конкретных Конкретные Одесса И конкретных Юзеров И конкретные Страны Это говорит О том Что О чем Речь Какая Децентрализация Спасибо Потому что я понял Это Изначально Когда говорил И про Биткоин Лайтнинг Нетфорк И про Эфириум Что Забудьте Децентрализацию А потом Говорят Что ПОС Ладно Это из-за майнинга Нет Это не из-за майнинга И ПОС Будет Полностью Централизована И вся эта Шумиха Касательно Децентрализации Это только Для Пока что Людей Которые Верят В это Но вот Интересно То Что В XRPL На данный Момент Не знаю Что будет В будущем Но на данный Момент И до сих Пор Невозможно Идентифировать Если так Правильно Сказал Человек И его адрес Исходя Из XRPL И Его блокировать Там Так что Прежде чем Любой Кто скажет Что XRPL Или Ripple Система XRPL Это Централизованная На данный Момент Это самая Децентрализованная Система Вот в чем Веренность Ведем дальше Так И фильм Показал Показывает Что происходит Сейчас они В начале Лета Перейдут На POS Полностью Забудут Про майнинг И перейдут На POS Но В эфире Маля Стоят 300 Самые Большие Корпорации Корпорации Для них Самое важное Это что Если для Некоторое время Было самое важное Это нефть Потом Стало самое важное Это Дата А кто Кто создает Эти дата Каждый день Про нас всех Почти на каждую Минуту Имеется дата Конечно же Это корпорации Продуктами которых Мы пользуемся Онлайн Решение Это и Google Это и Facebook И другие Если эти корпорации Они все вместе За эфириум Во главе С Microsoft Эфириум До Сегодняшнего дня Это просто Очень плохое Программное Обеспечение Очень Очень плохое Ну самое Примитивное Можно сказать Если мы берем 5-10 долларов Хотим Конвертировать С одного ERC-20 токена В коем-нибудь Кошельке Или в другом Metamask На другой ERC-20 токен И за это Мы хотим Они хотят Чтобы мы платили 165 Моя последняя цифра Которую я Помню Это 165 долларов За конвертацию Примерно 10 долларов И конечно Это показывает Показывает то Что эта программа На данный момент Она не работает Но с другой стороны Мы видим Что Большинство Разработчиков И компаний И индивидуалов Они идут В первую очередь Разрабатывать Свою программу Обеспечены На эфириуме Потом на других Сейчас Спасили Есть Avalanche Polkadot Cardano Про Cardano У меня было Видео В 2009 Кажется Или В 2018 Году Потому что Я говорил Единственный Конкурент Который я купил Это Cardano Но тогда Было только это Сейчас Есть и Polkadot И Avalanche Которые В 100 раз Лучше Чем эфириум Но у них рынок В 100 раз Меньше Чем у эфириума Проект Который не работает Имеет больше рынка Чем проекты Которые работают В 100 раз Лучше Это говорит Просто о том Что есть Те Которые продвигают Этот проект И их масштаб Такой сильный Что Во всем мире То есть Они лидируют Я думаю Что Дело в том Что Нужно Время Чтобы эфириум Стал нормальным Проектом Работающим Чтобы имел Конкурентоспособность В сфере Где Ripple Имеет Абсолютную гарантию Нейтральности Своего леджера Имеет Абсолютную гарантию Что перевод Будет успешным Минимальные комиссии И программное обеспечение Которое готово И обслуживать Микропейментс На данный момент Эфириум Забываем об этом Не может Может гарантированно Временные Временные Сроки Моменты Просто Отправить Делать перевод Средств И так же Обслуживать Переводы По масштабу RTGS Последний пример Банк Англии Дневной RTGS Которого Составляет 800 миллиардов долларов Эфириум Забываем Просто об этом Представляете Сколько будет Комиссии Сколько вообще Что произойдет Сейчас То есть До того момента Как И Они продвигают Эфириум максимально Чтоб вот Везде было И в микропейментс Был эфириум И Для СД Есть программные решения Которые сделают На эфириуме И для корпоративных Банков Мое мнение Единственная сторона Которому Нужна Эта пауза Для того Чтобы его проект Тоже стал Конкурентоспособным Это эфириум Исходя из масштаба Эфириума Логично Что конкуренция Не всегда честна Да Потому что Мы говорим О том Что новая Финансовая система Кто будет Контролировать Корпорации хотят Они контролировать Они все вместе Решили 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 Ставку Но с другой стороны Есть еще одна ставка Которая И вправду Делается Все Чтобы это была Нейтральная валюта В конце Только добавлю Я инвестировал В XRP Много лет назад Сейчас тоже Инвестирую Это исходит Из двух Основных Пунктов Первый Это Я понимаю Важность Проекта Я Свои мысли Под сомнением Держу Больше Чем Кто-либо Все возможные Альтернативы Все возможные Мнения Я собираю Все Фильтрую Все Для меня Важно Чтобы То что я Держу То что я Говорю Что вот Это значит Это для этого Для такого Развития Или другое Для Альтернативной Другая Линия Развития Мне важно Это четко Понимать Потому что Кого-то Обманываешь В конце Себя Так вот Я не хочу Ни в конце Ни в середине Себя Обманывать А касательно Цены Есть два Развития Первое Это в турбо Режиме Как и всегда XRP себя Всегда так Показывал Обогнать Маркет Посмотрим Возможно ли Это будет Во время Когда судебный Процесс Не закрылся Но и судебный Процесс Все-таки Может закрыться Очень внезапно Как это было К примеру С очень внезапной Как он Открылся И цена Сразу же Сильно пошла Вниз Никто не ожидал Мы этого Не ожидали Понимаете Люди В Рипле Это знали Поэтому Изначально Был Бамп Потом судебный Процесс Начался И цена Снова Пошла В ту Зону Которую Тут Очень немногие Знают Есть Price protection План Так вот Если ты Продаешь С гарантией То что Я купил у тебя На 1 доллар Я в свободном рынке Не найду это За 50 центов Потому что Если найду Я тебя заслужу А когда А когда Ты Продаешь Сценарным Клиентам Под Контракт Который Имеет В себе Price protection План Ты сам Готовишься К этому И так Компания Рипл Когда цена До Судебного Иска Резко Поднялся И после Судебного Иска Упал На ту же Зону Откуда Поднялся Это называется Price protection План Об этом Я не знаю Кто нибудь Говорил вообще Или нет В ютубе Я не думаю Что Что нибудь Есть Такого Что Меня бы Сейчас Держивало Перестать Инвестировать И В XRP То есть Кроме XRP У меня есть Очень хороший Портфель Но и XRP Оно Так и В первом сезоне То есть Несколько лет назад Так и сейчас Находится В списке Первичных активов Которые С возможностью Нужно добавлять Если вам Интересен Мой портфель Моя закрытая Группа Ссылка в описании Спасибо всем Думаю Что То что я сказал Имеет смысл Подумать Над этим Все Спасибо большое Увидимся